Хочу все-таки начать с тех ремонтных работ, которые были произведены в прошлые годы. К ним масса вопросов, масса нареканий. И деревья засохли, и качели отвалились. Все-таки с подрядчиками, выполнившими работы за прошлые годы, какая-то претензионная работа ведется? Значит, со всеми подрядчиками, которые допустили нарушения за период, сейчас 19-20-е годы, применены уже шрафные санкции еще до меня. По всем выполненным работам действуют гарантийные обязательства, которые на сегодняшний день еще не прекращены. По площади ДК дважды уже подрядчик приезжал, переделывал прошедшую брусчатку, которая просила, переделывал за свой счет. Качели подрядчик усиливал, механизм усиливал именно уже от существующего первоначального вида в три раза усилял. То есть это же качели для ребятишек, а не для молодежи по пять человек за раз. Но, к сожалению, мы живем в том социуме, в котором живем, и нам просто необходимо, видя то, что происходит, принимать меры по усилению этих конструкций. По засохшим деревьям. Хвойные деревья в сквере у нас 6-го микрорайона засохли, все они заактированы, подрядчик принял обязательства, их можно пересаживать в осенний период, и в осенний период приедут все деревья за свой счет бесплатно пересадить. То есть все это мы контролируем, все это мы ведем не только то, что сегодня создается, но и то, что было создано для нас. Ну и 1 сентября уже не за горами, буквально через день эта дата наступит, и согласно контрактов завершатся сроки производства основных работ, связанных с дорогами, с благоустройством. Что ждать отчинцам? Работы все-таки завершатся? Работы по асфальтированию дорог, пешеходных дорожек завершаются. У нас на сегодняшний день остались два мероприятия, которые основные объемы работы выполнены. Сегодня, завтра подрядчики заканчивают прилегающие карманы и въезды в дворовые въезды. Я практически уверен, что все работы выполнятся в срок по асфальтированию. По благоустройству основные работы по брусчатке, озеленению, установок скамеек, урн, приведения в порядок прилегающей территории выполнены. Есть задержка по МАФам, по малым архитектурным формам практически во всех направлениях. Потому что рынок Российской Федерации, даже я говорю не Красноярского края, а Российской Федерации, наполнен. То есть все заводы под завязку, обеспечены контрактом и не всегда успевают. Но вот здесь я вижу, что возможно будет затяжка до первой декады сентября, может быть до половины сентября. Первое сентября по муниципальным контрактам срок завершится. И со второго сентября, уже не раз я им говорил на местах, они мне рассказывают, какая у них тяжелая жизнь, будут применяться штрафные санкции. До тех пор, каждый день, что предусмотрено контрактом. Ну, это неприятно, но не критично. Для меня самое важное, что основные работы, те, которые влияют на качество, не ушли в достливый период или, как было, не дай бог, в снег. То есть на сегодняшний день такого нет. МАФы, да, ну привезут определенный кубок, определенный какой-то амфитеатр, чуть позже. Пострадают за это финансы. Александр Юрьевич, ну вот еще показывает тоже практика с сегодняшних уже дней, и в том числе за это вам огромное спасибо, что часть объектов сейчас принимается достаточно публично. То есть участвуют депутаты, участвуют СМИ, участвует общественность. И ровно как складывается вот такая картина, объекты не принимают с первого раза. Ну это правильно, мы делаем для кого? Делаем для себя, для администрации города. Деньги-то тратим чьи? Деньги тратим гаражам. И поэтому мы... И зачем результат, который не нужен жителям? Зачем он нужен кому? Нет такого, нету ни депутата, нету ни главы, ни его администрации, если это не нужно жителям. И поэтому мы все вместе должны, ну если потратили деньги, значит указать на те недостатки, какие есть подрядчик допустил, подрядчик должен это все исправить, и мы должны принять тот результат, который нам нужен все вместе. То есть публично все это продолжится? Так, конечно, по-другому не должно быть, не должно было никак, не должен быть один человек как бы принимать за всех решения. Еще вот тоже хотелось бы понять ваше видение вопроса функциональной составляющей вот этих благоустройств. То есть сейчас сделан амфитеатр на площади, который реально не задействован. Качели уже и первый зам, и жители сами говорят о том, что не совсем уместно было. Сейчас амфитеатры городят на улице Лапенкова. Насколько все-таки эти объекты, ну качество проектов и их реализация, вот по вашему мнению, достойно сделано или нет для ачинцев? Ну, площадь Гордыка мы оживим, настроим ее, это в будущих периодах у нас есть, более насытить ее жизнью. То, что там качели, ну, наверное, такая площадь, она должна являться центром притяжения, да, и мы ее кому устроили? Фонтан. По фонтану у нас кто бегает? Ребятишки. Они довольны, счастливы, плохой он, хороший, как бы, ну, можно многое обсуждать, да. Да, хороший фонтан можно сделать там за сотни миллионов. Ну, сделали его столько, сколько денег хватило. Но ребятишки бегают, они там, мамы отдыхают, ребятишки качаются на качелях. Зачем вложили там, насколько я помню, там 30 миллионов, чтобы там не было фонтана и не было качель, и не было озеленения, не было лавочек для родителей? Да пусть они пользуются этим благом все. Я считаю, что мы все-таки и качели правильно, и зоны отдыха правильно, и амфитеатр, который мы строим на заброшенном пустыре, который много лет стоял за рожей, муниципальная территория, и люди там ходили по каким-то тропкам там протоптанных. А сейчас это место притяжения. Мы с вами где только не успели поставить лавочки или поставить качели, «Я вечером еду, там не молодежь с запрещенными какими-то там напитками, там бабушки, дедушки, там мамы с детьми играют». Они востребованы, они ждались народа. То есть мы даже их туда не созывали, еще не в рупорт, не освещали, они уже нашли себе место, нашли свое признание. Как бы все, и люди пользуются этим благом. Поэтому я считаю, что мы делаем все правильно. И мы сейчас взяли за практику те общественные пространства, которые создаем. Ну вот, в частности, в этом году, в мае месяце, мы обсуждали с ребятишками сквер Чернобыльца на Первом микрорайоне. Там пришли ветераны, пришли ребятишки со школы, пришли с молодежки подрастающей до 20 лет. Они высказали, что они, как они там все это хотят. То есть я видел, что это там опять лавочки, там памятник немного преобразовать. Оказывается, нет, ребята, мамы с колясками хотят, чтобы было круговое движение, чтобы между деревьями, чтобы они могли гулять. Ребята молодые с молодежки, Александр Юрьевич, а давай вот здесь вот эти вот горки поставим, чтобы на досках этих, давай поставим. То есть опять же, это не мое решение, что надо сделать. Мы вместе собрались и говорим, что вот нам не хватает вот этих вот этих блоков. И это все ляжет в реализацию проекта на следующий год. И это правильно, что я считаю. Александр Юрьевич, город меняется, это замечают жители, он меняется физически. Но я понимаю, что сейчас с учетом появившихся различных мафов, тех же амфитеатров, должна измениться и социальная сфера, которая под это будет подведена. То есть должны появиться какие-то мероприятия там проводиться, все остальное. Это тоже будет? Мы каждое пространство планируем насытить социально-культурной жизнью. Мы локационно, даже не обязательно сквер, а наше направление, допустим, улица Кравченко, проспект Лопенково. По крайней мере, выходные это обязательно, субботу, воскресенье при наличии погоды. Будем обеспечивать и создавать культурный облик, создавая там локационные какие-то группы с притяжением людей. Чтобы у нас жизнь там кипела. Чтобы не просто люди проходили, а чтобы каждый там занимался своей деятельностью. Где-то там будет играть оркестр, где-то ребятишки там будут ходить с ростовыми фигурами, где-то там какую-то мини-ярмарку откроют. Жизнь, жизнь должна. Не надо создать, забросить, как бы иначе пользуйтесь. Жить там надо обеспечить. Об этом и разговор. И опять-таки, в продолжение, сегодня классные лавочки, отличные мусорки. Но за выходные интернет просто завален фотографиями заваленных мусорок. То есть не убирается. То есть проблема покоса травы, она была все лето. И в осень мы входим тоже. К сожалению, остаются еще участки в городе, где косари не дошли за все лето ни разу. Все-таки с уборкой, урн, мест общественного пользования, муниципальных территорий, что-то будет меняться. На сегодняшний день мы понимаем, что та схема, которая работает по выбору и определению подрядчика по 44 ФЗ, она не обеспечивает тех требований, то, что нужно городу. То есть у нас подрядчик заходит, выполняет работы так, как выполняет, падает в ценообразовании, потом начинает пытаться что-то выкруживать, что не получается, что денег мало отсюда. И выполнение, и факт работы такой, какой мы ведь четко и реально понимаем, что даже изначально необходимо предприятие муниципальное, с которым будет жесткий спрос за тот объем работ, который надо городу сейчас и сегодня, а не завтра или потом, когда-то на протяжении. И в этом направлении мы уже произвели расчет численности, структуру нового муниципального предприятия, которое к концу года планируем создать, и оно будет выполнять функцию именно по содержанию парков и скверов, содержанию прилегающих территорий, выкосы травы, своевременной уборки тропинок, не только дорог, про дороги вообще не говорим, тропинок от снега, чтобы люди ходили по чистым тропинкам, а не полностью ледяным, и потом мы героическим путями, лопатками пытаемся что-то отбивать. Оно должно быть чистое изначально. И на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, для этого, чтобы это реализовать, возможно только созданием нового предприятия. Данное направление уже обсчитано и направлено в правительство Красноярского края. Есть предварительная поддержка о том, что да, этому предприятию быть, и на следующий год оно начнет работать. И только таким путем, необходимой численностью, с необходимой периодичностью, чтобы орна не убирать, допустим, ну видим мы, что орна наполняется за сутки. Значит ее надо убирать два раза в сутки. А на сегодняшний день, если я в контракте прописал один раз, а подрядчик там сегодня встал, завтра не встал, ну убрал ее один раз, а она наполняется там утром наполненно и вечером опять она полна. Значит ее два раза надо убирать. Своевременно и не ждать ее наполнения. Ну и не допускать тем самым вот этого бардака, который бы позволил нам жить в грязи и чувствовать себя, опять же, бросать там о том, что город у нас вот такой неухоженный, там власть у нас не своевременно там что-то делает. Когда будет все чисто, тогда и гадостей-то не захочется самим. Но опять говоря, предприятие, тех, которые сегодня работают, я понимаю, что проблема была в тех заданиях. То есть тех задания не совсем верно были подготовлены, либо подготовлены таким образом, что не было возможности произвести должный контроль. Они были абстрактные, они были вот такие вот отсюда, как бы и немного поработать. И стоимость там 4 миллиона, что подрядчику, не понимая, что от него четко хотят, зайти на контракт, забрать его с падением в 4 раза за миллион 300, а потом, когда он зашел на действительно объем работ и услышал, что от него хотят, он просто физически этого не мог выполнить. И в контракте это, еще раз бы то, было так вот размыто, как бы это все абстрактно. Не было конкретики, не было, скажем, такой точной дефектовки, сколько объема работы, с какой периодичностью мы хотели бы выполнить. Смотрите тогда, получается, что те исполнители, ну, ЦОЖа или администрации города Ачинска, которые готовили это тех задание, по сути, это заказчики. Сегодня, в перспективе, которую вы озвучили, администрация будет выступать уже и в функциях заказчика, и с функциями подрядчика. То есть, если сегодня те же сотрудники не справляются с одной функцией заказчика, как вы считаете, что они смогут справиться с функцией подрядчика тоже, и контролировать сами себя? Ну, вот не обязательно это будут те же сотрудники, скорее всего, на мой взгляд, это будет несколько другое направление, и на сегодняшний день созданием этого предприятия занимается все-таки не ЦОЖ, а другое подразделение со светлыми мыслями, со светлой головой, и они обсчитали уже смету, ну, смету это из объемов работ, и получили необходимую сумму, которая необходима города, городу для именно качественного содержания. И занимаются этим совершенно уже другие люди. Тогда есть вероятность, что ЦОЖ все-таки канет в темную сторону и навсегда? Ну, пока об этом рано говорить. Были у меня и такие мысли, ну, на сегодняшний день, о том, что эта структура требует преобразования, это однозначно. Сейчас мы выполним те объемы, которые необходимо нам подготовить к осенне-зимнему периоду, и приступим к детальному анализу данной структуры и новому предприятию. Менять надо, менять, ну, не пойдет, не работоспособна эта система. В продолжение, мусор с города собрали, будем надеяться, что это успешно все получится. Куда повезем его? Повезем на полигон, ТБО, проблема, которая была, она сложная. К сожалению, упустили очень большое количество времени. Это нормативный срок эксплуатации существующего полигона. Он к концу текущего года подходил к завершению. И вопрос стоял очень остро о том, что все-таки, а где мы будем производить захоронение ТБО? Мы провели огромную работу на уровне Министерства экологии Красноярского края. И я повстречался и с министром, и с заместителем. Много там провели совещания. И совещания выездные суда здесь у меня в кабинете замминистры проводили. На сегодняшний день решение по полигону и дальнейшему ему существованию найдено. То есть мы пошли по открытию, началу реализации второго этапа реконструкции полигона. Проект, разработанный, прошедший экологическую экспертизу, есть. Необходимо было выработать совместную позицию с Минэкологией субъекта Красноярского края. И что нам позволит 5, а то и 7 лет принимать твердые бытовые отходы, не наращивая площадку. То есть там, если жителям интересно немного, то есть существующая площадка и рядом 30% землеотвод, который в этой же площадке, он не был занят. На сегодняшний день мы ведем формирование в установленных земельных границах, не расширяя, с каскадирования второго ряда, после чего второй этап реконструкции проекта позволит нам наращивать этажерку. Все это нам даст 5-7 лет. За это время параллельно мы должны принять решение. Либо мы строим новый полигон, либо мы строим завод по переработке. Ну, два направления в Российской Федерации на сегодняшний день есть. Ну, по крайней мере, сегодня у нас появилось 5-7 лет для нормальной плановой работы в этом направлении. А вчера этого решения не было вообще. Все ожидали, что полигон закроется по итогам этого года. Работа рекоператора на территории Ачинска. Довольны вы им? Постоянно приходится с ним работать, но и требовать больше, и убирать за собой, и площадки содержать, и мусор чаще вывозить. И не интересует, опять же, меня его затрата о том, что там два раза, если надо убирать, значит приезжай два раза убирай, если контейнера наполняете. Ну, опять же, через министерство нашли мы к нему подходы, и на сегодняшний день человек, ну, не человек, компания исправляется, и немного там повернулась нам навстречу. Хотя первоначально, там, в первом квартале текущего года мы не видели этого компромисса. Продолжение следует...